Пять месяцев назад жизнь Леры Вахониной резко изменилась. У девочки редкое генетическое заболевание. И впервые за 14 лет у нее появилась возможность полноценной реабилитации, которую она проходит под наблюдением высокопрофессиональных специалистов Центра детской реабилитации в сельском поселении Развилковская. У меня много ребенок чему научился. На четвереньках мы в четырехопорной стойке стоим, хотя мы не стояли никогда. Она может передвигаться в четырехопорной. Она научилась хорошо ползать. Она сидеть может сама раньше только с опорой какой-то. Сейчас сидит сама. Я считаю, что это огромные успехи в нашей ситуации. Центр детской реабилитации ежедневно посещают 20 детей. Каждый из них проходит 15-дневный курс лечения. Но и по окончанию этого срока многие продолжают занятия. Здесь работают кабинеты психолога и логопеда, зал адаптивной физкультуры, где дети с ДЦП восстанавливают физическую активность, сенсорная комната. А недавно в отделении появился прибор с горным воздухом. Им дети дышат, чтобы улучшать иммунитет. Все наши мероприятия, весь комплекс направлен на улучшение здоровья детей с различными заболеваниями, в том числе и детей-инвалидов. Это основная наша масса детей. Улучшаются основные показатели здоровья. Мы наблюдаем за ними в течение всего периода реабилитации. Увышается сопротивляемость организма внешним воздействием. Дети меньше болеют. Сейчас подобные отделения открываются по всей Московской области. Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – важное направление в социальной сфере Подмосковья. Об этом в своем ежегодном докладе говорил руководитель региона Андрей Воробьев. В Ленинском районе такой реабилитационный центр пока только один. Но его могут посещать все жители муниципалитета и даже области. Такой центр, как наш, он чрезвычайно важен на сегодня для восстановления, укрепления здоровья физического и психического детей от 3 до 18 лет. Хотелось бы, конечно, чтобы было больше помещений для развития творческих возможностей детей. Потому что после прохождения индивидуальной реабилитационной программы дальше чрезвычайно важно, чтобы дети и родители вместе закрепили те восстановленные функции организма в творческой, социально значимой деятельности. Центр посещают не только дети с ДЦП. Реабилитацию здесь проходят и с диагнозом аутизм, а также абсолютно здоровые на вид ребята, у которых наблюдается речевая задержка. И гиперактивные дети, их учат концентрировать внимание. Такое, можно сказать, многофункциональное место для развития физического и психического здоровья подрастающего поколения. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.